Воскресный день С сестрой моей мы вышли со двора Я поведу тебя в музей Сказала мне сестра Дорогие друзья, здравствуйте Для того, чтобы на Северном Кипре попасть в музей Не надо куда-то ехать или далеко идти Достаточно просто выйти из своего дома Мы, мы, мы те, кто когда-то приехал на Северный Кипр А я приехал почти 9 лет назад Живем в стране музея Лично мое скромное жилище находится Как раз возле горы Святого Илариона На этой горе я бывал несколько десятков раз Потому что, во-первых, гора является С средневековым замком королей Нурзиньянов Очень интересным историческим памятником И когда приезжают гости какие-то или мои читатели Мы обязательно идем на гору Святого Илариона Много и долго можно рассказывать об этой горе Буквально несколько самых интересных фактов Хочу вам сейчас обозначить Когда сюда приезжают многочисленные экскурсии из Великобритании, России, Германии и прочих стран Рассказы экскурсоводы свой начинают с того, что вот именно здесь, на этой горе Которая состоит из трех уровней обороны Находится замечательный средневековый замок Ну, 13-14 век нашей эры Когда я сюда прихожу с людьми Я начинаю с того, что в 367 году нашей эры Святой монах Иларион из Египта прибыл на Кипр И именно здесь, на этой горе Основал небольшой монастырь И последние пять лет своей жизни Подвязался на самой вершине Почему это важно? Потому что иногда, иногда В этом месте происходят самые настоящие чудеса По вере человека Исполняются какие-то его желания Происходят какие-то позитивные изменения В жизни человека Я уже говорил о том, что Гора состоит из трех уровней обороны И распланировано Все это было уже в 6-7 веке Во времена Византии Когда в 647 году начались Арабские набеги на остров Уже крепость эта была К сожалению, с того времени С 6-7 века показать ничего На сегодняшний день нельзя Более поздние постройки есть И с 10 века осталась крепостная стена Которая тянется с вершины горы Посмотрите Система входных бастионов Это тоже 10 век На втором уровне находится Храм Святого Христофора Это конец 10 века 11 век А остальные постройки Это более поздний 13-14 век На первом уровне находились казармы Для простого личного состава Конюшни На втором уровне находились Покои короля Королевская столовая Балкон для отдыха гостей Храм Святого Христофора А на самом верху находились Покои Покои королев Иногда туристы спрашивают Слушайте, как вообще Женщины могли дойти до самой вершины 732 метра Самая высшая точка И там есть на самом верху Небольшая площадочка Куда поднимаются самые упорные и стойкие Так вот, мне было это тоже интересно И я нашел Нашел те тропы По которым, видимо, на лошадях Там поднимали на самый верх Интересно, что гора имеет две вершины И древние греки называли эту гору Дидемос Близнецы Если подняться на самый верх То видно, что вершины две А между ними был чудесный сад королевы С подсобными помещениями И непосредственно те помещения Где когда-то жила королева Много интересного на этой горе И обычно, когда привозят туристов Ну, минут 40-50 Максимум час дают Для того, чтобы ознакомиться со всем замком А в реале-то, в реале Чтобы прикоснуться Ко всей этой красоте Ну, часа два-два с половиной нужно Не меньше Чтобы посмотреть Все интересное Что здесь находится Очень интересна и округа Которая прилегает к этой горе И мы сегодня обязательно Об этом поговорим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как правило, всех туристов привозят на довольно короткое время На горы Святого Илариона И программа обширная Дальше надо ехать Смотреть монастырь апостола Варнавы Монастырь Святого апостола Андрея На Карпасе Осликов и прочее, прочее, прочее А вот если походить вокруг Вокруг горы То очень много всего интересного Можно обнаружить Сегодня я с моими друзьями из Крыма Которые год с небольшим назад переехали на остров Выше в горы полакомятся плодами земляничного дерева Декабрь месяц как раз то время, когда созревают эти плоды Процесс сбора ягод очень прост и приятен Подходите к дереву Касаетесь веточки Веточки, на которой растут ягоды Аккуратно пальчиками Пальчиками Делайте пару движений У вас в руках оказывается Несколько сладких и сочных ягодок И спокойно и аккуратно Отправляете эти ягодки в рот Ам! Приятного всем аппетита! Приезжайте на Северный Тифок Иногда меня спрашивают Были ли вы сами свидетелем? Каких-нибудь чудес, которые происходят на Северном Кипре? Конечно, был и неоднократно Видел, как люди получали исцеление от своих, казалось бы, неизлечимых заболеваний Видел, как после подъема на гору Илариона Закоренелые алкоголики бросали пить или курить Но самый потрясающий случай был года четыре назад Когда я на гору поднимался с семьей своих читателей из города Алматы Пять человек их было Муж, жена, двое детей И теща Мать этой жены Молодежь с ребятами шла впереди Ребятам где-то 8-10 лет было А мы с тещей шли сзади, с Лидией Хороший человек Но одна у нее особенность была Разговаривала исключительно матом То есть не ругалась, а просто разговаривала И вот когда мы с ней поднялись до самого верхнего уровня Где когда-то подвязался в своих молитвах святой Иларион Лидия как будто бы уперлась в невидимую стену И говорит голосом Но не своим Не пускай к меня Я прочитал Отче наш Богородица Дева радуйся, царю небесную утешителю Она еще одну попытку сделала пройти К этому святому месту Не пускай К меня Я прочитал Пятидесятый псалом По милу мя Божья По верице милости Твоей Девяностой Живой помощи Вышнего Опять она сделала попытку пройти И не смогла Тогда начал читать Самую действенную молитву от бесов Да воскреснет Бог И расточатся в рази Его И добежат от лица Его Ненавидящие Его Святые отцы говорят Когда читаешь эту молитву И крестишь место и себя Невидимые из трех пальцев Вылетают огненные стрелы От которых силы злые Рассыпаются в прах Так не смогла Лидия Зайти на гору Я ей тогда сказал Тебе надо покаяться В каком-то грехе Пока человек жив Любой грех прощается Кроме греха На духа святого И через несколько дней Мы поехали под Фомагусту В монастырь святого апостола Варнавы И там она сумела Спуститься к мощам апостола Вот такой поразительный случай Произошел здесь И я был свидетелем этого случая А лично со мной было так Приехали мы на остров 25 апреля Несколько дней Смотрели что здесь купить И 30 апреля внесли залог за квартиру В этот же день Я поднялся на гору Святого Илариона И с верой С великой радостью Закричал с этой горы Господи Я хочу здесь жить И эх ответила мне Жи 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 И вот 9 год Живу на Кипре Много интересных событий В моей жизни Произошло За это время Много узнал Полезного О чем в Москве Когда-то Не имел и представления Поэтому Доволен я С тем Как произошел этот переезд На остров Всего доброго вам Дорогие друзья Счастья Радости И любви Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова